Вот так вот, Бавер, не хочешь чтобы я ходил по его территории, свалил дерево прямо на дороге, а здесь бежит ручеек, наверное он его хочет заделать. Березу почти повалил, чуть-чуть не догрыз. А это сейчас убирать придется. Делал вот такую переправу из бобриных заготовок. Вот, ручей походу разойдется. Приветствую друзья, у меня на канале меня зовут Андрей и сегодня я в очередной раз отправился на свою лесную стройку. Но в большей мере сегодня займет день пройти, посмотреть какое состояние дороги, какое состояние вообще снега, леса и кто в нем ходит. Возможно какие-то следы. У нас уже, скорее всего, проснулись мишки, но снега довольно много еще. И сегодня вот как раз на улице тепло. Идет большая потайка, в городе практически нету снега. Но здесь еще, наверное, по колено. Давайте я вам продемонстрирую. О, да, по колено. Снег сырой, очень тяжелый. Иду вот по своей буранке. Вот благодаря нее я практически не проваливаю. Сегодня одел вот такие вот бахилы. Ну, мысль была, что я буду проваливаться. И чтобы ноги не были сырыми, в бахилах будет по суше. Вот сейчас остановился послушать лес. Посмотреть, поприслушиваться к звукам. Уже на подходе видел свежие следы рыси. Уже понятно, что это рысь. Много посмотрел, почитал. Вот следы ее ни с чем не перепутать. Довольно такие крупные. Вот, очень интересно. Также, как видели, прошел мимо бобрового угодья. Делов, конечно, он там натворил. Но что делать? Надеюсь, паводки пройдут успешно. И вот этот ручей, скорее всего, нужно будет делать какую-то переправу. Что-то придумывать. Потому что в дальнейшем планы переезжать там на квадроцикле. Но если ручей глубокий, это будет проблематично. Сегодня с собой вещей у меня мало. Рюкзак, самая все минималка. В основном съемочное оборудование. Ну, главная цель дойти, посмотреть, что да как. Вот, строительство будет чуть позже. И сейчас начнется плотная заготовка бревен. Бревна придется таскать отовсюду, где будет возможность. Но надо дождаться, когда растает снег и уже будет полная картина. Так что, друзья, усаживайтесь поудобней. Я думаю, будет интересно. Да и всегда новые места в новой атмосфере выглядят всегда интересно, по-другому. Всем приятного просмотра. Ну, а я пошел дальше. Блин, иду издалека, смотрю черное что-то. Зрение плохое. Далеко не вижу. Корни деревьев оттаяли от снега, вылезли. И вот так вот издаля пугает. Что-то камеру достать да посмотреть. В общем, решил я сейчас все разобрать. И проложить мохом. Пока еще стадия не так далека, чтобы потом не мучиться разбирать весь сруб. Лучше сейчас начать. Вот мох я возьму с этого корня. Сейчас посмотрел. Он постепенно разрушивается. Глина опадает. То есть дожди. И он буквально весь развалится. Ну и все равно планировал его отсюда убирать, как-то очищать. Вот. И возможно корневище само куда-то использовать. Шел по пути. Много встречается пеньков. С моховыми шапками такими мощными. Вот. Если этого мне не хватит, прогуляюсь. Какие здесь поблизости. Ну и пособираю. Вот. Сейчас быстро разбираю все аккуратно. Подписывать. Думаю, мне это не надо, так как тут количество очень маленькое. Вот. Ну и закладываю все мхом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну вот, друзья. Вот так вот. Все заделал. Не быстро. Согласен. Но глаза боятся, руки делают. вот тут весь мох израсходовал ходил туда там один корень тоже нарвал там как раз не хватило вот на последнее бревно и сейчас еще остался запас вот ну классно что получилось сейчас конечно бы надо бы все это прикольно потить или уже потом все сразу ладно сейчас посмотрим сегодня ничего не разбирал костер не разводил рюкзак у меня как лежал санках так лежит единственное доставал пилу сходил выпилил одно бревно вот думал его покласть на эту сторону как раз она нужного диаметра ну и по весу она довольно так вроде как транспортабельно было был шанс у меня его сюда доставить но к сожалению бревно чуть-чуть меня подвело сейчас дойдем я вам все покажу ну вот это чудо вот все вымерил длину все подогнал но такой вот нюанс бревно упала на корень то есть на землю другого дерева который перед ним свалилась и лежала вот этим местом и в итоге это место все прогнило превратилась в труху полностью его использовать уже нельзя к сожалению но возможно бревно это пойдет где будет расположена окошко либо дверь вот попробуем спроектировать так что вырез как раз попадет на это место пока еще ничего здесь не растаяло как видите сугробы громадные вот и передвигаться куда-то вглубь леса очень проблематично был такой комментарий чтобы сделать какое-то средство для перевозки для упрощения перевозки бревен место где они лежат но по снегу который по колено и выше тем более снег сырой даже с каким-то средством просто самому передвигаться очень сложно и сейчас эти бревна просто даже и не видно вот так что пока ждем ждем когда осядет снег когда будет возможность двигаться свободно вот следов медвежьих не видно к речке к сожалению сейчас уже спуститься не могу была возможность один день вот жалею что не поставил там фото ловушку ну да ладно будем продолжать строительство и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное уже середина второго дня. Пришел сюда на второй день. Вчера особо снимать неохота было. Погода, что-то и настроение не очень было. Вот пришел. Заготовил моха по пути. Насобирал на кочках. Сейчас уже растопил костер. Заготовил такую лагу еще одну длинную. Тут немного дров притащил. И вот еще бревнышко. Хочу сегодня чуть-чуть тама. Есть возможность бревно вытащить. Небольшое. И вон там тоже небольшое. Сейчас планирую заняться плотно полом. Но не именно сегодня. А заготовить материал. По снегу. Наверное, заход у меня сейчас сегодняшний последний. Сегодня был морозец. Наст хорошо встал. И даже уже успел прогуляться ближе к речке. Посмотреть, да как, что там. Вот. И хочу плотно заняться заготовлением материала на пол. Для этого мне надо установить центральное бревно. И уже от него буду плясать по бокам. раскидывать черновой пол. Черновой пол буду делать из небольших тонких таких бревнышек. Вот. В дальнейшем это будет все утепляться. И уже чистовым полом закрываться более ровным. Почему решил делать пол? Потому что дальнейшая укладка сруба очень сложная. Вот сейчас еще даже тут не подтаял снег. А вот это вот последнее бревно довольно уже высоко и неудобно его уже зарубать. Вот. Ну а когда установлю пол будет вполне уже удобно ходить по нему и как-то ориентироваться по высоте. Вот такие, друзья, ближайшие планы у меня постройки. Сейчас буду заготавливать бревно. мелкого нужно будет очень много и это будет не быстро. Ну а сейчас пойдем погреемся немного у костра. Сегодня ветра нету. Небо голубое. Птицы щебечут. Классно, классно здесь. Сегодня принес сюда тарелку саджи наподобие той тарелки, которую приносил на беседку. Но эту тарелку я сделал сам. На этот раз сделал ее из нержавейки. Вот. Ну, конечно, немного не такую выпуклую, она более прямая. Ну, хочу попробовать сегодня что-нибудь в ней приготовить. Вот. Вот такая вот тарелочка у меня получилась. Вот. чуть-чуть она такая вогнутая, но более гладкая. Ее хочу оставить здесь, чтобы с собой не таскать. Но делал специально, чтобы пользоваться здесь. И вот сегодня на своей новой плите попробуем ее испытать. в тарелочной Продолжение следует... 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 Продолжение следует...